здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео рассмотрим устройство и принцип работы туннельных печей с ленточным подом в отечественном хлебопечении и ряде стран за рубежом для выпечки хлебобулочных изделий широко применяются туннельные печи с ленточным подом с блочно каркасным ограждением и разной мощности в качестве топлива для этих печей служит газ жидкое топливо и электроток туннельные печи имеют ряд существенных преимуществ перед тупиковыми конвейерными печами их применение обеспечивает поточность производственного процесса широкую возможность механизации загрузки тестовых заготовок и выгрузки готовых изделий визуальное наблюдение за процессом выпечки лучшее распределение тепла по зонам пекарной камеры автоматизацию контроля за тепловым и влажностным режимом и хорошие санитарно-гигиенические условия обслуживания выпекаемые на туннельных печах хлебобулочные изделия отличаются высокими качественными показателями что создает им преимущество перед тупиковыми печами наряду с этим туннельные печи обладают рядом недостатков рабочей площадью под у этих печей является только верхняя ветвь конвейера печи занимают большую производственную площадь до 3 квадратных метров на одну тонну суточной производительности по сравнению с полуметром полутора метрами в тупиковых печах это повышает стоимость строительства хлебопекарных предприятий и эксплуатационные расходы туннельные печи с газовым нефтяным и электрическим обогревом внедряются на строящихся хлебозаводах для выработки широкого ассортимента хлебобулочных изделий печь пхс 25 м состоит из пекарной камеры металлических каналов верхнего 2 и нижнего 3 для обогрева камеры двух топок 4 со смесительными карманами и инжекционными газовыми горелками ленточного пода 5 из стальной спирально стержневой сетки приводного 9 и натяжного 6 барабанов последний оборудован устройством для корректирования положения сетчатой ленты путем изменения степени натяжения ее правой или левой половины кроме того конвейер имеет сигнализатор который включается когда нарушается установленные зазоры между кромками сетчатой ленты и боковыми стенками пекарной камеры для очистки сетчатого пода предусмотрена металлическая круглая щетка 8 с грузовым прижимным механизмом которая приводится в движение от электродвигателя мощностью 0,25 киловатт и частотой вращения 1480 оборотов в минуту через червячный редуктор и две цепные передачи конвейер печи приводится в движение от электродвигателя через две клиноременные передачи цепной вариатор комбинированный редуктор и зубчатую передачу в конструкции про из в конструкции приводного механизма предусмотрен ручной привод наличие вариатора позволяет регулировать продолжительность выпечки в пределах от 12 до 72 минут кинематическая схема приводного механизма представлена на слайде ограждение печи каркасного типа выполнена из стальных щитов с изоляцией всего в печи 9 внутренних секций для осмотра конвейера и наблюдения за выпечкой в боковых стенках печи имеются смотровые лючки а для контроля температуры среды пекарной камеры предусмотрено три термометра монометрического типа которые могут заменяться термопарами или другими современными измерительными приборами надо посадочным и выгрузочным отверстиями предусмотрены зонты присоединяемые к вытяжным трубам в зоне посадки пекарной камеры смонтировано увлажнительное устройство состоящее из ряда перфорированных трубок водоотделителя вентиле и манометра и соединенное с заводской паровой системой для уменьшения вентиляции пекарной камеры внутри ее предусмотрены два поворотных фартука 7 для удаления излишней влаги пекарная камера соединена с двумя вытяжными отверстиями и каналами 1 с вентиляционной системой предприятия печь оборудована двумя обогревательными системами одна из которых правая обслуживает зону выпечки а другая левая зоны допекания все конструкции обогревательной системы находящиеся под воздействием газов с высокой температурой изготовлены из жаростойких сталей кроме того для снижения температуры газа поступающего в каналы применена рециркуляция топки печи приспособлены для сжигания газов и жидкого топлива для газа применены инжекционные горелки 1 среднего давления с ручной регулировкой расхода газа и автоматической дозировкой первичного воздуха горячие газы образующиеся в топках 2 под влиянием тяги создаваемой дымососами 4 проходит по металлическим каналам 5 и через их стенки передают тепло обоим зонам пекарной камеры в конце системы охлажденные газы разделяются на два потока 1 7 направляется в дымовую трубу а другой в смесительную камеру топки 2 для охлаждения ее стенок и снижения температуры топочных газов обе обогревательные системы оборудованы тягомерами 10 для контроля тяги в топках термопарами 9 с гальвонометрами для замеры температуры газа в конце смесительных камер топок переносной свечой 11 взрывными клапанами 6 и специальным электромагнитным клапаном 12 для прекращения подачи газа к горелкам в случае остановки работы дымососов или при снижении давления в газоподаче ниже допустимого предела перед розжигом печи производит продувку системы свежим воздухом для этого клапаном 3 перекрывается канал движения газов и через патрубок они выбрасываются наружу а свежий воздух через патрубок 8 и топки поступает в систему и проходит по всем каналам температура греющих газов поддерживается в пределах от 500 до 600 градусов цельсия а температура уходящих газов достигает 280 350 градусов цельсия производительность печи пхс 25 м составляет при выпечке нарезных батонов из пшеничной муки первого сорта массой 400 граммов 11,6 тонн в сутки при выпечке формового хлеба из пшеничной обойной муки массой 1 килограмм 17,25 тонн в сутки удельный расход природного газа при выпечке нарезных батонов составляет 43 кубических метра на тонну жидкого дизельного топлива 34 килограмм на печь пхс 40 по конструкции отличается от печи пхс 25 м только количеством секций в ней вместо 9 их предусмотрено 13 то есть печь удлиняется на семь с половиной метров а площадь пода увеличивается на 15 квадратных метров обогрев пекарной камеры печи пхс 40 также производится двумя системами только с более мощными дымососами и более производительными газовыми горелками технические характеристики печей пхс представлены в таблице на слайде печи типа пхк 16 пхк 25 и пхк 50 рассмотрим конструкцию печи пхк 25 которая состоит из отдельных унифицированных металлических секций изготавливаемых на машиностроительных заводах эти секции при сборке образуют пекарную камеру 1 с канальной системой обогрева где размещают устройство 3 для гигротермической обработки тестовых заготовок и систему 2 для отвода паровоздушной смеси из пекарной камеры к каркасу секции монтируются ограждающие панели приводная 7 и натяжная 4 станции а внутри камеры устанавливается конвейер пода 6 конвейер пода состоит из стальной спирально стержневой сетки прикрепленный к двум тяговым цепям с шагом 100 миллиметров при помощи соединительных стержней приводного и натяжного барабанов со звездочками для тяговых цепей тяговые цепи движутся по направляющим и это позволило ликвидировать механизмы для регулировки положения сетчатого пода в процессе работы в печах пхк предусмотрена система для принудительного удаления из пекарной камеры паровоздушной смеси из увлажняющего устройства в первом случае отвод смеси производится через вытяжной зонт над выгрузочной дверцей 8 а во втором вытяжным зонтом 2 увлажнительного устройства 3 топка 5 расположена во второй зоне в нижней части печи под пекарной камерой это позволило снизить габаритную высоту печи вентилятор 9 для рециркуляции размещен в боковой панели последней зоны перед фронтом выгрузки готовых изделий топочное устройство печей пхк состоит из собственно топки с футеровкой наружной панели 2 отверстия для подводки рециркуляционных газов 3 ребер 4 для создания вращательного движения этих газов камеры смешения 5 переходного патрубка 6 к газораспределительному коробу и патрубку 7 к предохранительному клапану ограждающему топку от разрушения при возможных взрывах не сгоревшего газа в газораспределительном коробе поток газов с помощью шибера 1 делится на два потока один направляется в первую а второй во вторую и третью зону обогрева пекарной камеры с помощью шиберов 2 3 и 11 газа направляются в газопроводы к греющим каналам 6 откуда по коробам 5 и газопроводам 4 поступают в сборный короб 7 сборный короб присоединен к вентилятору 8 далее поток газов распределяется часть газов направляется в дымовую трубу 9 а остальные для рециркуляции в газопровод соединенный стопкой 12 все газопроводы подводящие горячие газы в греющие каналы выполнены из жаростойкой стали ох 17t или аналогичный а сами каналы отводящие газопроводы из стали сталь 3 с целью удаления возможных остатков не сгоревшего газа предотвращение его взрыва перед каждым розжигом топки производится продувка всего газового тракта для этого на газопроводе предусмотрен патрубок 10 по принципу действия обслуживания печи пхк аналогичны ранее описанным печам типа пхс по конструкции печи типа пхк одинаковые сделаны из одних и тех же унифицированных деталей и разница заключается только в габаритах количестве секций и топочных устройств так печь пхк 16 состоит из 2 пхк 25 из 4 пхк 50 из 6 секций и 2 топочных устройств технические характеристики печей пхк представлены в таблице на слайде туннельные печи хпс 25 и хпс 40 с электрообогревом предназначены для выработки широкого ассортимента изделий печи изготавливаются из унифицированных деталей печь хпс 25 с электрообогревом состоит из унифицированных секций установленных на опорах соединенных в одну камеру обшивка ограждения печи собирается из передней и задних стенок боковых ограждений и перекрытий пространство между стенками корпуса пекарной камеры и обшивкой заполняется минеральной ватой в торцевых секциях печи предусмотрены приводная 5 и натяжная 1 станции конвейерного пода конвейерный под 2 состоит из спирально стержневой стальной сетки закрепленной к тяговым цепям с шагом 100 миллиметров обе ветви пода проходят внутри пекарной камеры и движутся по направляющим обогрев пекарной камеры производится двумя рядами трубчатых электрических нагревателей 4 тенов пекарная камера печи разделена на 4 тепловых зоны в каждой зоне производится самостоятельное регулирование и контроль температуры верхнего и нижнего обогрева управление температурным режимом автоматическое с помощью универсальных переключателей и ручное автоматическое регулирование заданной температуры в пекарной камере осуществляется одноточечными автоматическими показывающими потенциометрами работающими в комплекте с термопарами ручное регулирование осуществляется поворотом рукояти переключателя и предусматривает два режима слабый и сильный нагрев для избежания деформации узлов и деталей печи продолжительность ее разогрева из холодного до рабочего состояния должна быть не менее двух с половиной часов разогрев печи необходимо производить ступенчато после включения тока через 10-15 минут переключать рукоятку в положение сильный нагрев и далее в положение автоматическое управление печь оборудована пароувлажнительным устройством 3 расположенным в первой секции и система вентиляции для удаления пары из пекарной камеры печь хпс-40 отличается от предыдущей печи габаритами количеством секций пекарной камеры и площадью пода 40 квадратных метров в остальном конструкция печи и обслуживание ее такие же как у печи хпс-25 в печи хпс-100 пекарная камера состоит из 9 секций общей длиной 36 метров шириной 3,1 метра и высотой 200 миллиметров система обогрева и увлажнения пекарной камеры печи конструктивно выполнена в основном так же как и в описанных печах с электрообогревом технические характеристики туннельных печей с ленточным подом и электрообогревом представлены в таблице на слайде для выпечки мелкоштучных булочных бараночных и мучных кондитерских изделий сладкой и соленой соломки хлебных палочек применяется туннельная печь с ленточным подом и инфракрасными обогревателями марки ПИК-8 которая состоит из горизонтальной пекарной камеры 2 с сетчатым подом 3 приводной 1 и натяжной 4 станций и увлажнительного устройства 5 увлажнительное устройство применяется при выпечке тестовых заготовок требующих увлажнения перед поступлением их в печь печь собирается из двух секций длиной каждая по 5 метров общая длина пекарной камеры 10 метров между наружной обшивкой и пекарной камерой предусмотрен изоляционный слой пекарная камера обогревается кварцевыми излучателями расположенными сверху пода и тенами установленными под подом всего в камере установлено 10 блоков по 6 кварцевых излучателей общей мощностью 60 киловатт и 30 тенов общей мощностью 75 киловатт конвейерные пода печи шириной 850 миллиметров состоит из стальной спирально стержневой сетки прикрепленных двум тяговым цепям на приводной и натяжной станции помимо барабанов для сетки предусмотрены звездочки для тяговых цепей что гарантирует нормальное ее натяжение привод печи состоит из электродвигателя мощностью полтора киловатта частотой вращения 1400 оборотов в минуту ременной передачи редуктора вариатора и цепной передачи на вал печи на случай необходимости привод оборудован ручной передачей производительность печи составляет мелко штучных изделий от 6 до 9 с половиной тонн в сутки сладких и соленых палочек 7 тонн в сутки соломки 3,6 тонны в сутки расход электроэнергии в зависимости от вида изделия от 0,22 до 0,26 киловатт час на килограмм габаритные размеры печи в миллиметрах 13 650 на 1850 и на 1550 Элементы расчета производительности хлебопекарных печей Производительность хлебопекарных печей зависит от количества хлебных изделий находящихся на поду или в люльке масса изделий и продолжительности выпечки установленные технологическими инструкциями производства хлебобулочных изделий Количество изделий размещаемых на поду или в люльке определяется расчетом и зависит от размеров изделий длины, ширины, диаметра и величины зазоров между ними во избежание слепания кусков теста и получения притисков Размер зазоров устанавливается опытным путем и практически принимается от 2 до 3 сантиметров Количество рядов, размещаемых по ширине пода или люльки определяется по формуле, представленной на слайде Общее количество хлебных изделий на поду или в люльке рассчитывается по формуле, представленной на слайде При определении количества изделий на поду или люльке должно быть найдено наиболее рациональное их размещение При выпечке хлебных изделий в формах зазор между ними устанавливается не менее 5 миллиметров А зазор между подовыми изделиями не менее 2 сантиметров Укладка тестовых заготовок, выпекаемых на листах, производится аналогично размещению изделий на поду Размеры и количество листов связывается с размерами пода или люльки печи Производительность конвейерной печи с ленточным или стационарным подом в килограммах час определяется по формуле, представленной на слайде Производительность конвейерной люлично-подиковой печи в килограммах часа определяется по формуле, представленной на слайде Правила эксплуатации и меры безопасности при обслуживании хлебопекарных печей В зависимости от типа и конструкции печей, количество тепла и влаги, выделяемых печами через посадочные и выгрузочные отверстия и поверхность ограждений А также уровни механизации, автоматизации, управления и контроля за процессами производства, условия обслуживания хлебопекарных печей отличаются Это обязывает выполнять разработанные типовые инструкции и правила по эксплуатации и технике безопасности каждого типа печей Однако ряд основных требований по эксплуатации и технике безопасности, относящихся ко всем печам, будут изложены далее Вентиляция Хлебопекарные печи при работе выделяют значительное количество тепла и влаги Кроме того, от пригорания растительного масла, которым смазываются формы и листы, в помещении пекарного отделения наблюдается сагазованность Поэтому работе вентиляции должно уделяться особенно большое внимание у рабочих мест Температура наружных поверхностях печей не должна превышать 45 градусов Для снижения температуры посадочно-выгрузочных зон печей предусматриваются душирующие устройства Освещение Все рабочие места обслуживающего печи персонала должны быть хорошо освещены, не ниже 75 люкс Применяемые при ремонте печей переносные электролампы должны быть под напряжением 12 вольт Электрооборудование Для обеспечения защиты работающих от поражения электротоком все электродвигатели, пусковые приборы и металлические конструкции каркастых печей должны быть заземлены Общие требования К работе у хлевопекарных печей допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста и прошедшие инструктаж по обслуживанию и мерам безопасности Обслуживающий персонал должен хорошо изучить конструкцию печи, принцип работы печи, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации, правила пуска и остановки привода Перед началом работы обслуживающий персонал должен проверить Исправность всех контрольно-измерительных приборов, работу вентиляционных устройств, наличие ограждений на приводах конвейера печи и вентиляционных устройств Исправность основного оборудования механизмов по посадке, надрезке, наколке тестовых заготовок и выгрузке готовых изделий Исправность инвентаря, форм листов Обслуживающему персоналу запрещается Работать на неисправном оборудовании и при снятых ограждениях Оставлять рабочее место без присмотра Загромождать проходы и пол на рабочем месте формами, листами и другими предметами Работать без санитарной одежды или в неисправной санитарной одежде Чистить и смазывать оборудование и поправлять секции с формами на люльках конвейера на ходу Обслуживающий персонал печей отвечает за повреждения и аварии, которые произошли во время работы От несоблюдения установленных инструкций, правил эксплуатации и мер безопасности Обслуживание печей на газообразном топливе Горючий газ содержит элементы, оказывающие токсичное действие К ним относятся окись углерода, бензол и прочее Содержание в воздухе окиси углерода СО свыше 0,05 г на метр кубически является смертельным Кроме того, горячие газы обладают при некоторых условиях взрывоопасностью Поэтому при газовом обогреве печей особое внимание должно уделяться мерам безопасности Полной герметичной системы газопроводки Строгое выполнение установленных правил зажигания и работы горелок Внимательное наблюдение за контрольно-измерительными приборами И точное соблюдение мер безопасности на рабочем месте В процессе обслуживания печей при сжигании твердого топлива Особое внимание должно быть уделено Правильному ведению сжигания топлива и мерам безопасного обслуживания топок Эксплуатация и розжиг топки печей должны производиться строго в соответствии с утвержденной инструкцией Загрузка топок топливом, шнуровка и чистка колостяковой решетки Производится при выключенном дутье и в защитных очках В топочных отделениях печей должны быть предусмотрены средства пожаротушения Огнетушители, ящики с песком и т.п. Обслуживание печей с электрообогревом Производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации печей с электрообогревом Того машиностроительного завода, который выпускает печь Разогрев печи из холодного состояния до требуемой температуры должен производиться постепенно При дистанционном или ручном включении ток дается только одной группе электронагревателей При достижении температуры в пекарной камере 100-120 градусов Цельсия включается вторая группа и т.д. Продолжительность разогрева печи из холодного состояния должна быть не менее 2,5 часов Так как при несоблюдении этого условия может произойти нарушение плотности соединения секций и узлов печи И недопустимая деформация деталей и механизмов После разогрева печи система управления переводит с ручного режима на автоматический В этом видео мы рассмотрели устройство и принцип действия туннельных печей с ленточным подом Благодарю вас за внимание Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, в колокольчике все уведомления Чтобы быть в курсе выхода новых видео, поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok